Итак, уважаемые, еще очередное видео о вредителях, которые делают вред пчелам и на пасеках. Начинаем от таких вредителях, которые называются бабочка. Бабочка называется мертва голова. Пчеловоды часто могут видеть, я живу в Южном районе, Южная Каролина, Соединенные Штаты Америки. Я часто вижу эту бабочку, она летает возле улев. Но если у вас литки большие, обычно во время взятка литки большие, бабочка может пролезть туда. Даже видел обгрызенные крылья, и бабочка лежала с обгрызенными крыльями. Поэтому она постоянно летает, пчеловод думает, да что там эта бабочка, что она сделает. Ну вот сейчас почитаем, что она делает, эта бабочка. В Южных пределах бывшего, говорю бывшего, потому что тут написано Советского Союза, это старый журнал. 58-й год. Читаем. В Южных пределах Советского Союза, на Украине, Молдавии и других районах есть ночной вредитель пчел бабочка мертвой голова. Названа она так, потому что на спинке и между крыльями хорошо заметно очерчение черепа со скрещенными под ним костями. Это крупная насекомая с черной спинкой, с желтыми полосками, с желтым брюшком, с черными кольцами длиной 6 см, толщиной 1,3 см. С сильными и большими крыльями. Многие пчеловоды, не имеющие обыкновения посещать свои пасеки в ночное время, ее не видели. Те же, кто с фонариком бродил между ульями теплой ночью, мог наблюдать этого вредителя, появляющего обычно между 15 июлем и 15 сентября. Колхозный пчеловод Ганя Силовалова, Сороковского района Молдавской СССР. Видел, что бабочка настойчиво старается проникнуть уль через литок, если размеры его позволяют. Обратили внимание, литок. Если она может пролезть, она пролазит. И поедает у пчел мед. Пчелы же приходят в беспокойство, вылезают наружу и ползут по стенкам улья. Товарищ Ганя пишет, что за одно проникновение ульей бабочка успевает насосать 2 грамма меда, самое меньшее. Если бабочек много, они в течение ночи залезают в ульи, то потери меда становится немало. Для защиты от этого вредителя, товарищ Ганя советует сокращать литки на ночь с помощью передвижной планки по высоте трутня. То есть, если ваши литки по высоте трутня, то она туда не залезет. Также еще интересная информация пишет человек о тараканах. Кто бы подумал, что тараканы, обыкновенные желтые, могут уничтожать пчел на пасеке? Ну вот, что пишет нам Литушканов, пчеловод из Кемеровской области. На первый взгляд, кажется невероятным, чтобы тараканы, живущие в домах у неряшливых хозяек, могли вызвать гибель пчел. Но такой именно случай произошел с пасекой в артели Нижний Калбэкс Барзасского поселкового совета Кемеровской области. Раньше в этом хозяйстве было более 500 пчелиных семей, и хозяйство получало хорошие доходы от пчеловодства. Однако, частая смена руководства артели и невнимание его к пчеловодству довели пасеку до того, что на ней осталось только 100 ульев с пчелами. Пчеловодом был поставлен неопытный человек, работавший ранее сторожем на пасеке, где все время и жил со своей семьей в отдельной избушке. Он столько расплодил тараканов, что они слож сновали в избе по стенам и потолку. Весной 1958 года с наступлением теплой погоды тараканы разрослись по ульям и поедали в них мед, а пчелы их не выгоняли. Осенью непрошенные квартиранты вместе с пчелами были убраны в омшаник на зимовку. Земляной и теплый зимовник хорошо способствовал быстрому развитию насекомых. В результате кормовые запасы меда были быстро съедены и уже к январю у пчел наступила голодовка, отчего они стали погибать. И в улях оказалось больше тараканов, чем пчел. По решению райисполкома промысловой артели было предложено ликвидировать пасеку и заниматься только лезозаготовками. Пасеку, на которой еще оставалось 20 ульев с пчелами, распродали по цене 100 рублей за уль. Ну, по тем временам. Покупатели, не заглянувшие в уль, нашли потом в них больше тараканов, чем пчел. Вот так и погибла вся пасека от тараканов. Вот такой интересный случай. Еще одна информация. За других. Я уже немножко писал на эту тему, но будьте внимательны. Это также является важной информацией о других вредителях. Это лягушки. При постановке пасек близ водоемов на пчел часто нападают лягушки. А когда? Ну, когда они пьют воду из водоемов. Они хватают пчел во время прилета их на водопой. И часто прямо на прилетной доске при возвращении пчел с поля. То есть, это лягушки, которые живут в воде. Жабы там хватают. А те, которые живут возле ульев, они хватают возле ульев. Это лягушки, это не жабы, которые прыгают по земле возле ульев. Много пчел истребляют лягушки ночью. Пчеловод Мёда, город Ставрополь, вывозил свою пасеку на взяток с подсолнечника к каналу севернее района села Изобильного Ставропольского края. В канале было много лягушек. Пасека стояла в 50 метрах от канала. И вот, по наблюдению товарища Мёда, на его пасеку каждую ночь нападали лягушки и истребляли пчел простым заглатыванием. Обычно они быстро выкидывают свой длинный язык, покрытый клейким веществом, и легко захватывают им пчел. В конце концов, товарищ Мёда был вынужден увезти пасеку подальше от берега канала. О вреде лягушек для пасеки сообщает пчеловод Беземчук из села Иванков, Житомирской области. В число таких же вредителей, как лягушка, принадлежат и жапы, как я уже говорил, это которые в воде живут. Пчеловод Иваск из города Бойково-Калининской области наблюдал, что жапы ловят пчел у литков. В желудке одной схваченной ими у литка жабы он нашел 9 заглотанных ей пчел. Чаще всего лягушки и жабы охотятся за пчелами во время главного взятка в июле. Да, это такая информация была выдана мною на одном из видео. Человек, который наблюдал за этими жабами, увидел, что она загладывает. И в конце дня поймал эту лягушку и распотрошил. Оказалось, больше 30 пчел находилось в ее желудке. Пчеловод Степурян из города Ульяновска сообщает, что он наблюдал на качевке в поле, как ящерицы, забирается иногда на прилетные доски и хватает пчел. Но ящериц нельзя причислить к очень серьезным вредителям, так как обычно они редко могут попадать на прилетные доски. А чаще всего, проползая около ульев, ловят больных и уставших пчел. Для защиты от ящериц лучше всего ставить улья на высоких колышках. Однако в местностях, где ящериц много, они могут истреблять пчел, собирающих взяток с растений. Например, Котухов из города Лениногорска в Восточно-Казахстанской области пишет, что в тех местах обитают зеленые и серые ящерицы. Первая из них живет по разрешенным зарослям желтой акации в подножье гор и холмов, поросших низкими кустарниками. Серая ящерица распространена главным образом горно-степной части. Наблюдения товарища Котухова за питанием ящериц показали, что наиболее количество пчел они уничтожают в конце мая, в августе и в начале сентября. В мае они нападают на пчел в основном во время работы на ранне-весенних медоносах. Вот. Дальше. У подножья холмовый по зарослям кустарника можно очень часто наблюдать интересные сцены охоты зеленых ящериц на работающих пчел. Как только пчела сядет на цветок или кисть растения, притаившийся ящерица делает молниеносный прыжок и ловит пчелу. Охотящихся зеленых ящериц часто можно наблюдать и возле улев. Но главным образом они ловят пчел в траве возле улев, которые с полной ножей иногда не долетают до улев, падают в траву и становятся добычей ящериц. Во второй половине августа и первой десятидневки сентября ящерицы, живущие в районе пасеки, питаются исключительно только пчелами, уничтожая их в большом количестве. Серая ящерица главным образом уничтожает пчел весной, когда в горно-степной части цветут прострел, открытый тюльпан поникший. Во время массового цветения прострела, товарищ Катуховым, было исследовано содержимое нескольких желудков серой ящерицы. Причем найдено, что одна ящерица за день уничтожила до 17 пчел. Обычная охота ящериц на пчел начинается с 10 часов утра и продолжается до захода солнца. Удивительно, что то, что мертвых пчел ящерицы не поедают. В борьбе с ящерицами товарищ Катухов советует не оставлять на пасеке лишних предметов камней, соломы и так далее, что могло бы служить убежищем для ящериц. Следует также оберегать некоторых птиц и гнезда от разорения и мелких хищных млекопитающих от истребления охотниками. Так, его наблюдения за жизнью гнездящих птиц в районе пасеки показали, что сорока и пустельга в большом количестве уничтожают ящериц. Особенно большое количество ящериц сороки уничтожают в весенний период, когда они особенно вредны для пчеловодства. Поэтому каждый пчеловод должен оперегать гнезда сорок от разорения, даже привлекать их на пасеку, давая им зимой корм. В заключении обзора нельзя не упомянуть об одном интересном случае, что еще такие есть вредители, написали пчеловоды Федосов и Литвинюк, поселок Сухая Атя, Челябинская область. Они обнаружили кражу меда из нескольких улей в зимовке. Оказалось, в зимовник через сделанную в потолке у стены лазейку была прогрызена доска, проникла куница и, сбросив ватные подушки, с улей поедала мед. Пришлось поставить два капкана, один у лазейки, а другой прямо на неоткрытый еще улей. В капканы на протяжении двух дней попались три кульницы, больше набегов не повторялось. Итак, уважаемые, вот это очень весьма интересная информация, также для сохранения вашей пасеки. Если у вас есть еще какие вопросы или советы, можете задавать. Еще одна небольшая статейка, это весьма интересная статейка из Китая. Это по отношению маток. Она очень маленькая. Как заставить маток мирно жить в одной семье? Без разделительной решетки, чтобы они все вместе мирно жили. Пчеловоды стараются как можно больше маток загнать в одну семью. И производят различные опыты. Что интересный опыт он произвел здесь, я хочу зачитать, мне очень понравилось. Возможно, что и вам понравится, и вы можете попробовать и произвести такой опыт. Китайский пчеловод Го Он Сю долго изучал вопрос о том, как сделать, чтобы несколько маток могли мирно жить в одной семье и нормально откладывать яйца. В результате наблюдений он пришел к выводу, что лишние матки в семье обычно гибнут от того, что одна из наиболее сильных маток убивает другую. Го Он Сю решил обрезать кончик жала у маток. Он брал матку, слегка нажимал на брюшко ее, и когда она выпускала жала, острыми ножницами отрезал его. Так поступал и с другими матками. Примерно через два часа после этого он соединял оперированных маток в коробочки. Матки вступали в борьбу, но ничего не могли сделать. Уставшие, обессиленные, они примирялись. Го Он Сю сажал их в одну семью, где они мирно работали, как бы не замечая друг друга. Итак, друзья, вот такой напоследок изюминка для вас. Вот такая изюминка для вас. Что есть, что есть, как говорится, 1959 года журнал номер 7. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем делать в дальнейшем следующее видео. Тоже интересное для вашего, так сказать, возраста по работе с пчелами. Удачи, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok